Приветствую! В общем, всем привет! Сегодня мы будем пытаться отбелить прекрасную репутацию бренда W7 на этом канале. Вот такой розовый капл-лук у меня получился с палеткой Show Off. Мы с самым милым котом на свете. На самом деле, рождественские эльфы. По нам, конечно, не видно, но мы несем праздничную атмосферу, создаем хорошее настроение, чтобы получить заряд позитива и увидеть, как же создавался этот образ. Желаем вам приятного просмотра! Сегодня на повестке дня у нас бренд W7. Вы, наверное, его помните. По макияжу мелками. У нас была вот такая палеточка с закосом на худу пастель. И она называется Soft Huge Aquamarine. Постоянно, не знаю почему, запинаюсь на ее название. И как-то не дается мне оно на английском. В целом, признаюсь, я возвращалась к блестяшкам. Я их использую теперь как топпер. То есть, использую нормальные тени. И потом покрываю чем-нибудь из этого. Потому что на искусственном свете, на сфотбоксах, блестит хорошо. Но тут 9 цветов. Вы и сами помните в обзоре. Ну, не было на глазах у меня 9 оттенков. Они все на друг друга похожи. И, ну, не знаю, если вы хотите одно сплошное голубое пятно себе, то, наверное. Но, нет, не советую. И, в общем, после провала вот этой палетки прессованных пигментов, меня, видимо, душа как-то тянет к такой фигне всякой скупать. Я решила, что нам срочно нужно проверить еще одну палетку, которая тоже вдохновлена так. Совсем не палевно, совсем немножко. Называется она Show Off. То есть, покажи себя. Она безумно красивая в оформлении. Это все блестки. А блестки-то мы тут любим. Но ничего не напоминает. Да, я, конечно, где-нибудь здесь вставлю картинку, которая, очевидно, вам объяснит, о чем я говорю. Это, конечно же, Анастасия Беверли-Хилл совместно с Амбрези Коллаборация. Там тоже такая же глиттерная упаковка из блестяшек. И оттенки. Так, сейчас я его еще не загибала. Жалко. Но так лучше, конечно, когда вам зеркало не отсвечивает. Чтобы далеко вокруг да около не ходить, я скажу, что это не провал. Ну, вот она просто как бы есть. И вроде цвета интересны. Обидно, что, конечно, бренд не сам придумал, а сами понимаете, откуда содрал. Здесь даже кисть у меня еще не распакована. Я не пробовала ей наносить. Значит, сегодня попробуем. Я, если честно, вообще забыла, что она тут есть. Точно черная на черном. Ну что, давайте начнем со свочей. И я уже по ходу дела буду дальше объяснять свою позицию насчет нее. Забыла вам показать палетку вблизи. Здесь у каждого оттеночка есть свое название. Мне кажется, это та мелочь, которую бренд нам добавляет. Чтобы использование было более приятным процессом. И первый свочей я вам хочу показать именно сияющих оттенков, но не глиттерных. Потому что в палетке также есть еще 4 матовых и 2 глиттера прессованные. Это же классические такие сатины. Вы видите, они не металлики, но при этом маслянистые. Даже сдалека, мне кажется, видно, что сияют они достаточно неплохо, но не металлик. Действительно, ребят, не металлик. Не будет такого, что бабах. Но что мне нравится, что тут малиновый, голубой, фиолетовый, которые, наверное, на повседневность не каждому нужен. Но они настолько носибельные, что я даже когда просто коту за кормом ходила, носила вот этот, господи, где он лавандовый на все века. И выглядела носибельно хорошо. Не только для инстамакияжа. 4 матовые. И сразу хочу сказать, что черный вообще не мой любимый. Вы и так знаете, что я не люблю, когда черные ложат в палетке. Но в целом, посредственно. Матовые хорошо тушуются, хорошо наносятся. Но у меня все-таки есть претензии к цветовой подборке. Потому что черный, вот этот фиолетово-розовый, который мой тут любимый, и коричневый выглядят достаточно холодными. Тогда что это за цвет горчички нам подложили тут? Мне не нравится. И он на веках, ну прям совсем очень теплый. Возможно, эта палетка просто рассчитана на кого-то еще более теплого, чем я. Хотя куда уж более теплый блонд, например. У нас осталось еще два глиттера. Это оттенок Whip и оттенок Icon. Но я не буду вам показывать сводч на руке. Когда мы дойдем до них на глазах, вы поймете почему. У них нет своей гелевой основы. И я вообще не понимаю, как они держатся в рефиле. Они так спрессовали, по сути, сухие блестки, что если вы пальчиком туда тыкаете, вы ощутите, что они вам скрабируют кожу. Их нужно наносить только на какую-то подложку. Причем очень-очень липкую. Ой, ребят, мне не нравится, как у меня сегодня волосы лежат. Они просто живут своей жизнью. Давайте я немножко добавлю еще больше праздника к нам в дом. Оп. Видимо, украшений на голове мне мало. Ну, еще мне нравится эта штука с рождественскими елочками. Прямо у нас сегодня снег выпал. Я вот смотрю за окно и такая ляпота. Ну, какова красота. Но я, к сожалению, на улицу не могу выйти, потому что у меня после короны осложнение на сердце. И я одна на улице долго находиться не могу. Поэтому там какие-то самые кратковременные прогулки. Не знаю, какой макияж вам сегодня показать этой палеткой, потому что здесь не то, чтобы вы сможете на глаз нанести все и сразу, потому что, ну, разные цветовые тут комбинации. Например, вот этот голубой вы не смешаете с другими. Он должен быть именно акцентным на все века. Мне кажется, я не упомянула. Это палетка не теней. Это палетка именно прессованных пигментов. Поэтому, например, розовый и матовый может вам капельку-капельку кожу стынить. Но так как она cruelty free веганская... Да, она же веганская. Ребята, я вас обманываю. Тут нигде не написано, что она cruelty free. Но, тем не менее, кармина я здесь не нахожу. Значит, здесь в более красноватых оттенках его синтетический заменитель. А он обычно оставляет после себя след. Это его нормальная реакция. К сожалению или к счастью, движение зеленых протестует против использования перетертых красных жучков в косметике. Я не знаю, как к этому относиться. Потому что я, в принципе, не люблю насекомых. И не воспринимаю их, знаете, как животных. И, как по мне, намного большая проблема то, что у людей идет аллергическая реакция на его синтетический заменитель. Поэтому, ну, такое. В любом случае, в этой палетке это не сильно доставляет вам неудобства. Мы с вами все ближе и ближе. Вы знаете, у меня, когда волосы плохо лежат, то мне вообще все не нравится. Мне кажется, даже если я сделаю хороший макияж, я все равно буду недовольна. Потому что у меня вот эта челка, у меня тут уже и гель, и лак, и жидкий лак. И она все равно такая... И антенку со связью с космосом ловит. Каким-то пришельцам передает привет, видимо. Ладно, давайте переставать болтать. Мы начинаем краситься. И, как я и говорила, я буду использовать сегодня этот фиолетовый, даже фиолетово-малиновый, не знаю, сложный оттенок. Он называется Boost. И матовым мы сегодня будем выстраивать форму. Я до конца не могу придумать, что я хочу. Поэтому будем следовать за велением сердца. Так как это пигменты, я вначале очень аккуратно, видите, прям прикладывающими движениями набиваю его. И потом буду краешек тушевать. Потому что пигмент не любит какую-то супер растяжку. И я думаю, если начать его так вот елозить, то попросту все будет сыпаться. Но пигмент, он на то и пигмент. Этот цвет какой-то и бордо, и винный, и все сразу, и в глаз не отстреливает. Мне его нравилось и на верхнюю складку добавлять, и на нижнюю. Ну, прям матовый то, что нужно. Пушистой кистью я здесь пройдусь. Смотрю, что у меня с границей случится. Ну да, вы как-то видите, что происходит? Только я начинаю оттенок как бы разносить. Он теряет свою интенсивность. Надеюсь, что пятна сейчас не вылезут. То есть палетка. Не то, чтобы вам там за две секунды нарисуют какой-то макияж. Нет, вам придется все-таки с ней поработать. Но, во-первых, упаковка выигрывает, я считаю. И все-таки цена не такая уж и большая. То есть если вы коллекционер палеток, и вам хочется побаловаться подделкой на Амрезе, то очень неплохо. У меня снова одна и та же форма, как обычно, получается. Но нравится мне. Что со мной поделать? Давайте на втором глазике. Хопаньки. И знаете, что самое кайфовое? Вот сейчас немножко еще больше поработала с этим оттенком. Он даже плоской, пушистой, тоже хорошо набивается. И если вы чересчур тушанули, что у вас он ушел в слишком полупрозрачную дымку, сверху оттенок наслаивается. Наверное, чтобы верхняя века сочеталась с нижним, я возьму ту же кисть, которой границу чуть-чуть тут тушевала. То есть есть остатки вот этого фиолетового. И влажу в оттенок Influence. Я забыла про кисть, которая прям в палетке. Ладно, давайте мы ее откроем уже, когда закончу с коричневым. Тоже, так как это пигмент, я очень аккуратно стартую. То есть я не прям такая и пошла тут по всему глазу. Не-не-не, я прям аккуратненько прикладываю, потому что растянуть мы всегда успеем. Чтобы не наделать делов, я тут за кадром себе общую форму уже вывела, потому что с темными оттенками, с моим зрением, с такого расстояния, конечно, тяжеловато работать. Мне однозначно нравится, как матовые ведут себя по отношению к друг другу. Вы видите, насколько мягенькая граница схода фиолетового с коричневым. Я уж очень не хочу использовать оттенок Parade. Он такой рыжий, я его просто уже наносила, поэтому я не использую эту же ошибку конкретно на мне. Он выглядит как цвет детской неожиданности. Возможно, на ком-то он будет красивый. У меня нет вопросов, кого тушевки, кого наслоение конкретный цвет. Поэтому я сделала по верху именно оттенок Influence, который более такой холодный коричневый. И у меня с ним дружба отлично задалась. И раз такая розовая дискотека, будем делать розовое подвижное веко. Прежде чем влазить в палетку, я хочу открыть кисть, посмотреть на ее качество. Кстати, очень-очень мягкая. А где подвох? И набито хорошо. В Office 7. Вы что, реабилитируетесь прям? Кисть плоской стороны. Вы видите, нигде ничего не торчит. Все очень годненько. Кушевочная сторона. Могу то же самое сказать и о ней. Кисть немножко вот этой... Ого, божечки, какая же мягкая сторона. Кстати, мягкость может быть и проблемой. Может плохо тушевать. У меня тут и так уже граница стушевана почти в ноль. Но не думаю, что в этом случае это будет проблемой. Просто очень хорошего качества кисть. И я не ожидала. Я думала, что раз все китайское, то кисть подложат. Ну, сами понимаете. Больше всего здесь всяких розовых. И даже есть дуахромы. Поэтому я постараюсь сейчас на глаз запихнуть как можно больше их. Что же будем делать? Давайте попробуем сделать Halo Eye. Что будет в серединке высветляющем? Наверное, дуахромчик. Я просто оттенок Proud, который сильно малиновый. Не шибко так пробовала. И мне интересно, как он сейчас нанесется. Поэтому давайте его так хоп-хоп. Ну, классический Halo Eye. Понимание, классический Halo Eye должен наноситься на подложку. Но ничего. Так, на кисть все перенеслось. Краюшка начинаю. Ой. Не, ну, есть немножко цвета. Но полупрозрачно. Потому что в упаковке он, конечно, поярче. Так, я прям кистью так раза четыре поводила по рефилу, чтобы побольше продукта. О, 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 пошло дело. Короче, вот эти пигменты, которые именно блестят, их надо не так, как, знаете, матовый дотронулся, оно уже перешло. А прям повозюкать. Так уже мне нравится, да. Так есть нам о чем поговорить. И с этой стороны точно так же. Так, я никаких осыпаний пока не убирала. И для первого использования оттенка Proud я даже не ожидала от него такой яркости. Наносила только вот этой кистью. Но пришлось знатно потрепать сам рефил, чтобы, знаете, в нем прям так покопаться. Серединочку мы, наверное, оттенком... Так, Attitude у нас что? Это вот такой Persique и Flirt. Это один из моих любимых таких розовых. Давайте вот этот прямо на центр-центр. А вот эти края с малиновым немножко смягчим. Конечно, уже к пальчику обращусь, потому что я знаю, что этот цвет на кисть вообще не ахти переходит. Но у меня такие ногти. Сейчас я себе как понаставлю. Непонятно где, непонятно что. Он вообще сюда не очень, потому что, видите, это как топпер полупрозрачный. Он красиво блестит, но он своей плотности не имеет. Поэтому все-таки оттенок Attitude... Да? Ну да, Attitude получше. У меня сегодня такой забавный образ еще с этими... Да не помпончики, какие-то перья. И я вся такая розовенькая, ну прям pink glam. Так, Halo Eye погулять вышел. Вы тоже же видите, да? Мне одной не кажется, что видно хорошо полосочки, которые получились. Осыпание, вот все как было. Я ничего не убирала под глазами. То есть они, конечно, есть, но их совсем чуть-чуть. И это не проблема будет. Салфетка так... Видите, мне хочется добавить изюминки, поэтому я лавандовый оттенок Pose набираю на кисть. Надеюсь, что там малинового не так много осталось. Он прям так как крошится. И в уголочек сюда. О, да! Класс! Я прям лавандовый подрастянула от края до серединки подвижного. Мне кажется, очень круто смотрится на нашем матовом. И, наверное, я на этом закончу с шиммерами и матовым. Потому что мне нравятся результаты. Мне не хочется его портить. Я думаю, что какими-то бронзовыми и золотыми оттенками уже вообще никого не удивить. Поэтому их я и показывать особо не буду. Они точно так же наносятся, как лаванда. В принципе, хорошо без труда переносится что кистью, что пальцем. Ну, как без труда? То есть не то, что вы дотронулись. У вас прям масло на лицо вашей подружки потянулось. Нет, нужно будет там потыкать. У нас остается два глиттера. Я, если честно, бы их вообще не наносила. Но благо их в палетке всего два. И если вам они не понравятся, будет небольшая потеря. Если вы их вообще не будете использовать и забудете о них, как я, например, о черном рефиле. Но мое дело вам показать. Поэтому мы сейчас наверх наших дорожек пришпандерим клей для глиттера. Я обычно говорю, что клей нужно наносить очень тонким слоем, чтобы, знаете, она там не скаталась, у вас никуда не упловано. И, в принципе, всякие праймеры работают лучше, когда все-таки тоньше их наносить. Как я уже видела, что происходит с глиттерами из этой палетки, я прям так мощненько этот бедный праймер. Видите, он меня почти перекрыл сияние. Что у меня сегодня этот обруч вообще не хочет на голове сидеть? Я не поняла. У меня еще голова выросла, Дед Мороз. Я такого на Новый год не просила. Клиттер это оттеночек Icon вот такой. И оттеночек Whip более золотой. Начинаю с оттенка Icon. Как это выглядит на пальце. И если вы это растягиваете, вы видите, насколько оно кусковидное. Вот так оно не выглядит на глазу вообще. Будут вот такие отдельные кусочечки. Я повторно окунула, я уже вся в этих блестках, фиг с ним. И прям набиваю. И вот на клей для глиттера тут, конечно, что-то происходит. Ой, я забыла, что нужно было оставить место под оттенок Whip. Но он больше золотистый, он бы под бронзовый макияж, наверное, подошел. Поэтому будет у нас сегодня Icon. И не знаю, видно ли вам место, где нету праймера. Вот тут особенно очень сильно такими кусочками все нанеслось. Ребят, я не шучу. Если у вас нету клея для глиттера, даже не пытайтесь пальцем залезть в эти оттенки. Вы просто измажете себе руки, как я. И при этом на глаз оно вот так не перенесется. Но если же у вас есть, то, в принципе, можно вот так использовать. И знаете, что мы, ребят, давно не делали? Полосочки по нижнему веку, чтобы она продолжала. И как раз оттенок Whip я так и вам и покажу. Я вот здесь добавляю себе. Сейчас мои нижние ресницы со мной попрощаются, потому что они все склеются. Ой, здесь как красиво осыпалось. Не могу. Я уже представляю, какие-то салфетки сейчас буду отдирать, потому что с голой кожи очень плохо сходят, конечно, эти блестки. Пеночек Whip. Выглядит вот так чисто золото-золото. Такой палец набрала. А как я с него сейчас собираюсь себе переводить? Ну ладно. Очень клейкая база. И вот когда вы ощущаете, что действительно у вас просто туда приклеивается, то вы на правильном пути. Вы нанесли достаточное количество продукта и глиттер у вас усядется. Давайте закончим с тенюшками, потому что меня все устраивает. Я просто накрашу тушь, сделаю слизистую и вернусь к вам. Пришлось, ребят, снять нашу новогоднюю красоту, потому что по непонятной мне причине она начала спадать у меня с головы. Сделала слизистую тушь и добавила оттенок фэнтези, как хайлайтер. Видите, он очень деликатный, но при этом тушевку очень смягчил. Заметили, что чего-то не хватает? Мы, ребят, очень давно вместе не накладывали тональный, и у меня новиночка бюджетная. LCF Liquid Foundation Sweet & Tasty. Очень прикольный колпачок. Этот тональный обошелся мне в 40 гривен. LCF эксклюзивно представлен в сети магазинах Ева. И здесь такая же лопаточка, как у нашумевшего тона от Селены Гомос. Кроме тонального, у меня есть еще кое-что от V7. Неожиданно, но это спонжи. Он очень мягенький. Вот этот я уже протестировала, когда наносила консилер. Другой я, наверное, пока не буду пачкать. Написано, что без латекса. Conceal, blend, контур, хайлайт. Не поняла. Ну ладно, это, наверное, имеется в виду для жидких продуктов. Multitask Face Sponges. Действительно, неплохой спонж. Очень мило, по-моему, что на спонже выгравирована V7. Или так вбито. Не знаю, в общем, чем-то сделано. И мне кажется, оно не будет портиться. И я люблю скошенный край. Воспользуемся тем же спонжем, которым я наносила консилер. Сейчас я тут себе сделаю. Наскальную живопись. Да, я, конечно, чуточку прогадала себе с оттенком тонального. Но вообще, я вам рассказывала как-то, что я в детстве думала, что я чуть ли не альбиноска. И когда у консультантов в магазинах спрашивала свой тон, то постоянно мне самый светлый оттенок срочно. Я такие, девушка, может вам хоть чуть-чуть потемнеет. Я такая, нет, мне нужен самый светлый. Вы что, я же желтая буду. Не знаю, у кого-то есть еще такие проблемы. Мне кажется, подобные истории испытывали многие. Только когда-то было модно, наоборот, темнее бретон. И у всех такая шея светлая, а лицо курочки. Я же, наоборот, такая бледнее смерти. Но мне тогда казалось, что мне шло. Начинаю тушевать тон. В плане консилера мне показалось, что он хорошо разнес. И вот почему-то уже, когда я начала делать тональный, я вспомнила, что я его не намочила. То есть сейчас я вбиваю нам тон с сухим спонжем полностью. И знаете что? Он очень сильно приятный. А главное, наносит тоже неплохо. Этот тональный спонжем обычно и разносила. Но они от V7. Почему я постоянно называю их V7? Они же W7. Видимо, суждено им на этом канале быть V7, потому что это не последняя палетка, которую мы будем с вами смотреть. Спойлер. Тон. И спонж, мне кажется, вообще отлично справляется со своей работой. Но для меня, мне кажется, вообще все спонжи плюс-минус одинаково работают. То есть разнести тон-то это не проблема. А вот вымыть его, и чтобы он не развалился, вот это миссия. Поэтому я в дальнейшем, конечно же, дам вам фидбэк, что будет с ним после мытья. Знаете, тональный за свою цену смешно хорош. Потому что 40 гривен это там две бутылки колы или большой латы 0,5. У меня, кстати, тон первый. Он действительно очень светлый. Можно, наверное, если вы не совсем белоснежка, брать тон 2. Здесь не заявлено его финиш. Я бы сказала, что это такое естественное сияние. Видите, он не фиксируется. И я все-таки блещу, он на пальчик тоже переходит. Я думаю, что если пудрится, то у вас каких-то там супер проблем с этим не будет. Мне захотелось чего-то фруктового, поэтому я беру Evelyn Matte My Day. Персиковое. Наношу себе прям на все лицо. Зона, где обычно сильнее жирнится, то я прям так, чуть ли не как бейкинг. Наслаиваю, потом стряхну. Сегодня такой розовый образ, поэтому я беру свои розовые румяшки от Revolution в виде персика. Точнее не от Revolution, а от iHeart Revolution. Это их подбренд, но у меня это все в одно место, в общем, туда. Давайте захайлайтимся. Сегодня это бананчик. Я очень люблю использовать румяна и хайлайтер вместе. Мне кажется, что они круто работают. Хотя я вообще не топлю за то, что там, например, если вы используете что-то от, ну, не знаю, там от Evelyn или от Revolution, от любого бренда, что у вас Full Face должен быть как бы от одного и того же бренда. Что у меня сегодня с русским языком-то? С хайлайтерами такого формата и вообще с любыми продуктами такого формата нужно быть осторожными, потому что здесь не просто картинка разноцветная, а здесь действительно разные хайлайтеры. Если вы наберете только вот этот потемнее, желтый или вот этот цвет шампанского, у вас действительно на щеке будут разные оттенки. В идеале нужно так аккуратненько все смешать, и тогда будет идеальный цвет такого искристого под Новый год. Давайте поработаем пальчиком. Ставлю чеканную монетку номер раз. Тут, правда, поаккуратнее ставлю, потому что вот эта штучка может прям пятно оставить. И чеканную монетку номер два. Не от того, что формула плохая, просто он очень сильно яркий, и это нужно учитывать при нанесении. В последнее время нравится эффект дрейпинга, потому что так называется, когда только румяна, но скул не хватает на камеру, поэтому я возьму от Гламби коктейль Лимончелло. И, наверное, не самый темный оттенок, а вот эти два смешаю, один порыже и один похолоднее, и так как бронзером пройдусь. Наношу самую капельку, потому что этой палеткой можно все-таки перестараться. О, вот скула появилась уже поинтереснее. Как-то, ребят, совершенно неожиданно лично для меня мы подошли к фулл фейсу, потому что действительно я получила удовольствие и от процесса нанесения теней, и от лица я прям отдохнула. Вам спасибо, мне спасибо, спасибо палетке. Давайте я вас приближу. Вот так выглядит тушевочка вблизи. Давайте еще с этой стороны покажу, потому что у меня здесь освещение получше. Очень мне нравится и результат, и наш недо Halo Eye. Глиттер адекватно себя ведет, но имейте в виду, что у него сложность именно с нанесением, а когда вы его носите, он не осыпается. То есть его сложность именно приклеить, а потом он себе сидит-досидит. Та-дам! У гирлянд, к сожалению, только один режим. Два, один, один. Гуманитарий вошел в чат. Я не могу их сделать, знаете, просто светящимися. Если вас раздражает вот такое мигание, можете написать мне в комментариях. И в следующих видео я добавлять их не буду, но мне кажется, это добавляет какого-то праздничного настроения. Может, обруч с елочками нас подвел. По непонятной мне причине он начинает спадать у меня с головы, и чтобы не портить прическу, будем с гирляндочкой. Итак, сегодняшняя звезда нашего обзора, это палетка W7 Show Off. Оп, оп. Но она и сама по себе, знаете, не только там показывает себя, а намекает, что что сейчас будет. И при открытии, кстати, сейчас уже кисть может и выпадать, потому что я же сняла пленочку, в которой она была. Анастасия Кистюлина очень хорошая, я прям удивлена. Если они это копировали с Анастасией, а очевидно, что они копировали с Анастасией. Слушайте, у меня же есть оригинальная, давайте проверим. Правда, у меня не коллаборация с Amrezi, у меня в коллекции коллаборация с Carly Bible. Размерчик чуть-чуть отличается, вот эта поменьше. Вот так выглядит оригинальная Анастасия. Опаньки. Итак, вот оригинальная кистюлина, здесь тоже плоская часть и пушистая, тоже черная, просто есть брендировка. Брендирование, брендинг. В общем, здесь написано, что это Анастасия. Удивительно, невероятно, но факт. Очень похожие кисти, особенно вот эта плоская часть. Тут, видите, Анастасия капельку подлиннее. Но я бы не сказала, что ворс отличается даже у W7 помягче. Итак, возвращаемся к виновнице сегодняшнего макияжа. Я думала, что я вам не буду ее советовать. Точнее, буду советовать, но только палеткам-аньякам. Потому что, конечно, на каждый день, если вы любите супер нюд, такой невестошный, то это не ваша история совершенно. Почему-то сегодня настолько довольна результатом, что я, наверное, все-таки поменяю свое мнение между таким метанием, огнем и чем еще можно метаться. Тем, что все-таки я вам ее советую. И хоть это плагиат на Анастасию Беверли-Хиллз, я думаю, что он очень достойный. У нее такая упаковка, что не стыдно подержать в руках. Блестки не сильно с нее, чтобы куда-то деются. Нет, она у вас так и будет красивенькая на столике. Я думаю, девчат, так. Если вы любите яркие макияжи инста и не хотите тратить на них много денег, то можете однозначно пробовать вот такие палетки от W7. Я что-то даже не посмотрела, сколько здесь оттенков. Их 14. 14 оттенков такого формата, еще и с глиттерами, и совсем-совсем-совсем. Это очень достойно. Но, конечно, еще круче результат можно добиться, если работать на карандашах, на подложке, на каких-то клейких базах. И если у вас есть такое в арсенале, вы уже, знаете, баловались таким, знаете, плавали, то, конечно, вы сможете вообще тут разбежаться. Если же у вас, грубо говоря, дома одна кисть, и вы при этом хотите сделать что-то такое, у вас вряд ли получится. Ну, разве что вы будете использовать кисть из самой палетки. Забыла сказать про тональный, и давайте вместе с ним про спонж, потому что мы все-таки вместе наносили. Тон советую, просто потому что он нелегально дешево стоит, и он не говно. Я очень, походу, люблю это слово на канале использовать. Вот, когда ты смотришь на цену в 40 гривен, по крайней мере, я его вроде за 42 брала с копейками, то ты думаешь, ну, сейчас как нанесу, как меня обпрощают, но меня ни разу от него не сыпало. Я уже много раз перед вами сидела именно с ним. Так что да, можно пробовать. И как раз для формата вот таких вот естественных финишей спонжи, это отличные друзьяшки, они отлично вместе комбинируются. Но, как я и сказала, спонж я буду тестировать, мне интересно посмотреть, как он будет делать бейкинг. То есть я прям буду, знаете, в пудру окунать и вот так вот наносить. Я его, так сказать, потрепаю, потом уже помою и скажу, выжил он или нет. Все-все названия продуктов я оставлю в инфобоксе для вашего удобства, поэтому можете всегда там заглянуть, подсмотреть. Знаете, после обзора Essence я думала, что я буду как Йорик, вот такая унылая и немножко череп. Но я очень рада, что в предновогодние дни все-таки подняла вам и себе настроение. Чтобы поддержать меня, можно поставить пальчик вверх. При желании можно оставить свой очень полезный комментарий, так как это больше всего способствует продвижению канала. Подписывайтесь, чтобы не пропускать еще больше бюджетных обновлений. А нам с вами до скорых встреч!